МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа ЛАТО. Студия работает на Ржамал Бруханова. И смотрите сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инаугурация президента – новая страница истории. Садыр Джапаров вступил в должность главы государства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инаугурацию президента сегодня в прямом эфире КТРК смотрели соотечественники по всему миру. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Усиление интеграции государства-участников СНГ. Президент Садыр Джапаров встретился с главами международных организаций. Садыр Джапаров вступил в должность главы государства. Он принес присягу народу Кыргызстана. Поклялся честно исполнять обязанности президента, соблюдая права граждан, нормы Конституции и целостность народа. Избранному главе государства вручены удостоверение президента, нагрудный знак и штандарт. В своей инаугурационной речи Садыр Джапаров отметил многое. Новый Кыргызстан должен стать экономически развитой, динамичной, сильной и свободной страной, где соблюдаются права человека. Установлено верховенство закона, а молодежь с оптимизмом смотрит в будущее, сказал глава государства. Репортаж Аяна Дюшикеевой о том, как прошла инаугурация. Вот-вот откроется новая страница в истории страны. А пока здесь, у здания национальной филармонии, начинают собираться гости торжественной церемонии. Приглашены два экс-президента, представители всех трех ветвей власти, иностранные дипломаты, представители научной и творческой интеллигенции. Но больше граждан рядовых со всего Кыргызстана. Я приехал из Иссык-Кульской области. Вижу, что большинство приглашенных – простые граждане. Избранный президент сохраняет связь с народом. Инаугурация тому свидетельство. Важно не разрывать эту связь. Сейчас кыргызстанцы ждут планомерного развития страны. Это исторический для Кыргызстана день. После всех произошедших событий граждане верят, что глава государства оправдает доверие своих избирателей. Обозначая свои приоритеты, Садыр Джапаров ранее говорил о своей нацеленности на консолидацию политических сил. Особенно тогда, когда страна нуждается в развитии среди приглашенных на церемонию и участники президентской гонки. Я впервые участвую на эмиграции, поэтому мне очень интересно посмотреть, как это все будет проходить. Это же история. Поэтому, если приглашают, нужно участвовать и быть частью истории. Мне это очень интересно. Там народ сделал свой выбор. И я думаю, все должны уважать этот выбор. Улицы вокруг филармонии контролируют сотрудники милиции. Они следят за порядком. Для прохода граждан преград нет. Не остановлено из-за церемонии и движения транспорта. А пока идут последние приготовления. Ну а мы стали свидетелями того, как готовятся к церемонии инаугурации. Гости продолжают прибывать на часах 9.30 утра. Здесь настраивают технику, расстилают красную ковровую дорожку. Все должно быть идеально. Перемещаемся внутрь. Большой зал национальной филармонии. Гости уже заняли свои места. О состоявшемся плебисците говорят, как о событии, сверхважном для будущего страны. Кыргызстанцы сами решили, кому они доверят управление страной в течение следующего президентского срока. Выбрали того человека, кто, по их мнению, сможет справиться с существующими проблемами. Вместе с тем граждане впервые сами выбрали и форму правления. Сейчас же кыргызстанцы ждут решительных перемен. Верю, что все реформы, озвученные главой государства, будут притворены в жизнь. Кыргызстанцы ждут момента, когда президент, наконец, выведет страну из кризиса, который сможет обеспечить мир в стране и процветание экономики. И свои надежды они связывают с Адыром Джапаровым. Люди поверили ему. Мы ожидаем свое благословение. Я думаю, чтобы было спокойствие и чтобы народ бестревожно прожил. И чтобы мы равнялись на те развитые страны, для чего надо поднимать экономику. Садыр Джапаров не раз говорил о том, что Кыргызстан продолжит выстраивать многовекторную внешнюю политику, выражая готовность работать вместе с зарубежными лидерами для дальнейшего улучшения как двусторонних отношений, так и в составе интеграции. Мы дополнительно будем прорабатывать вопросы сотрудничества. Уверен, что придадим дополнительную динамику нашим отношениям. Мы с оптимизмом смотрим в ближайшую перспективу и надеемся, что достигнем, выйдем на новый уровень сотрудничества. У нас в Евразийской экономической комиссии Кыргызстан занимает достаточно активную позицию. И очень многие вопросы, особенно то, что связано с развитием институтов, финансовых институтов, промышленности, мы уделяем этому очень большое внимание. Очень радует то, что в ходе предварительной компании возлучали такие целевые установки, что Кыргызстан сохраняет все свои обязательства в рамках ОДКБ, считает эту организацию очень важной и намеренно предпринять все меры для того, чтобы укреплять ОДКБ. Я очень рад, что смог участвовать в этой инаугурации, передать личное послание президента Евросоюза, господина Мишеля. Он выражает свою надежду и нашу надежду, что Кыргызстан будет продолжать на пути реформ. И в этом отношении Евросоюз остается надежным союзником, партнером. Садыр Джапаров прибывает на церемонию официального вступления в должность президента. Его встречает почетный караул нацгвардии. Кыргызстан Избранный глава государства принес присягу народу Кыргызстана. О победе Садыра Джапарова на досрочных выборах сообщила председатель ЦИКа Нурджан Шайлдабекова, вручив ему удостоверение президента, нагрудный знак и президентский штандарт. Кыргызстан 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 После чего глава государства выступил с инаугурационной речью. Отметить успел многое. Начал с того, что считает своим долгом и смыслом всей своей жизни служить и быть ответственным за судьбу народа. Народа, который имеет древнюю и славную историю, достойный иметь такое же славное будущее. Вера и надежда людей на лучшее будущее, а также целеустремленность нашего народа были сильнее опасности пандемии. В итоге восставший народ добился признания недействительными итогов парламентских выборов, отставки президента и правительства. В тяжелейшей ситуации, когда страна оказалась на грани хаоса и беззакония, 5 октября 2020 года, ради сохранения национального единства и мира, достижения общей цели, мы вместе с народом, взяв ответственность за свою страну, сумели стабилизировать ситуацию. В те дни я был вместе с народом. Граждане оказались за чертой бедности и в поисках лучшей доли тысячи кыргызстанцев вынуждены были стать мигрантами. Потому обеспечение граждан рабочими местами и возвращение тысяч мигрантов на родину станет одной из основных задач, сказал Садыр Джапаров. Для чего необходимо в кратчайшие сроки реализовать крупные проекты Камбаратинский, Сараджаский ГЭС, Верхняя Нарынского Каскада. Считаю своим долгом сохранить верность заветам наших предков, таких как Доломби, Бирназарби, показавших пример священного отношения к родной земле, сохранения сплоченности народа. Сейчас же глава государства будет придерживаться идеологии национального единства, следуя идеям, провозглашенным Абдекеримом Садыковым, Чусупом Абдрахмановым и Схаком Розаковым, чтобы оправдать надежды и чаяния народа. Я, как и все патриоты страны, мечтаю, чтобы Кыргызстан стал экономически развитой, динамичной, сильной и свободной страной, где соблюдается права человека, установлено верховенство закона, молодежь с оптимизмом смотрит будущее. Планы по их реализации изложены в президентской программе, основные положения которого опубликованы в ходе предвыборной кампании. Экономическое развитие должно осуществляться во взаимосвязи с духовным обогащением народа. Непрерывное экономическое развитие страны, его культурное возрождение и стабильность, как отметил Садыр Джапаров, возможны только в том случае, если мы сохраним добрососедские и дружественные отношения с ближними и дальними странами. Мы выражаем большую признательность всем тем странам, особенно России, которые, выражая особую озабоченность в связи с происходящими событиями в Кыргызстане, в трудные дни оказывали нам посильную помощь. Также искренне хочу выразить благодарность нашим соседям, Узбекистану и Казахстану, за оказанную помощь во время пандемии. У нас общая судьба и история. Укрепление сотрудничества, усиление экономических и культурных связей со стратегическими партнерами является приоритетом нашей внешней политики. Главная же цель – создание общества с диктатурой закона, где царит справедливость и благосостояние. Предстоящая конституционная реформа также ставит эти цели. Страна стоит перед началом нового исторического этапа. Новый Кыргызстан должен стать страной свободных и благополучных граждан, которые, гордясь своей историей, с оптимизмом притворяют в жизнь самые смелые свои мечты. Я далек от мысли, чтобы признать сегодняшнее положение хорошим. Мы начинаем выплачивать внешний долг в сумме около 5 миллиардов долларов, накопленных в последние 30 лет. К 2032 году мы должны выплатить полную сумму внешнего долга. В связи с пандемией коронавируса уменьшился республиканский бюджет. Катастрофическая ситуация сложилась в энергетической отрасли, где имеется долг в 137 миллиардов сумм. Естественно, выход из этой ситуации сопряжен со многими трудностями. Но я убежден, что вместе с народом, объединив все наши усилия, мы выйдем из этой ситуации. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники, призываю вас объединиться и вместе открыть новую страницу нашей истории. Уже после церемонии инаугурации Садыр Джапаров отправился в дом правительства. Его встретил исполняющий до этих пор обязанности президента Торагаджу Горкукинеша Талант Мамытов, показав рабочий кабинет. И если раньше президент работал в Белом доме, то теперь кабинет главы государства Садыра Джапарова и его администрации находятся здесь, в доме правительства, на старой площади имени Турдакуна Усубалиева. Аяна Дюшикеева, Сентурабыкеев, Аллато 24. На центральной площади Аллато для горожан и гостей столицы был установлен LED-экран, чтобы они смогли посмотреть инаугурацию президента Садыра Джапарова в прямом эфире. Чтобы увидеть вступление Джапарова в должность президента в прямом эфире, граждане прибыли на площадь из регионов. За инаугурацией избранного президента следил и наш корреспондент Дастан Касканов. Инаугурация избранного президента Садыра Джапарова началась ровно в 11 часов. За мероприятием могли граждане наблюдать в прямом эфире разных телерадиокомпаний, а также на телеканале Аллато 24 и на центральной площади. Для этого специально был установлен LED-экран. Отметим, это историческое событие для Кыргызстана. Несмотря на минусовую температуру, кыргызстанцы собрались на центральной площади исключительно из-за инаугурации избранного президента Садыра Джапарова. Настроение у собравшиеся хорошее. Большинство граждан надеется, что страна встала на путь развития. Я бы мог посмотреть инаугурацию дома по телевизору, однако решил понаблюдать за важнейшим событием страны в прямом эфире на площади. Нашей стране нужно развитие и идти вперед. Я думаю, что все к этому идет. Мы выбрали президента, и теперь я пришел посмотреть на его инаугурацию. Думаю, мы стоим на пороге исторического события. Настроение хорошее, ведь сегодня праздник для кыргызстанцев. Официальное вступление в должность президента Садыра Джапарова – значимое событие для жителей регионов. Многие, прибывшие из дальних сел, не скрывали, что поддерживают нового главу государства. Мы действительно возлагаем надежды на Садыра Джапарова. У кыргызстанцев и у меня лично много проблем. Я думаю, что новый глава государства решит проблемы страны. Я специально приехала на площадь, чтобы посмотреть инаугурацию. Я специально приехал из села Совет Токтугульского района, чтобы посмотреть инаугурацию здесь. Новому президенту будет тяжело работать, однако нам нравится, что он готов брать на себя ответственность. Инаугурация проходила без прессы, так что прямая трансляция на площади была хорошей альтернативой. Отметим, за инаугурацией Садыра Джапарова следили в 100 странах мира. Прямую трансляцию инаугурации президента посмотрели многие кыргызстанцы. Для некоторых это важное событие не только для страны, но и личный праздник. Люди действительно возлагают большие надежды на президента и новую власть. И желают одного – мира и процветания нашему Кыргызстану. Вот так вместе семья Джумабибюд Чингышевой собирается нечасто. Но сегодня особенный день. Пусть и будничный, и многие на работе, но с утра всех обзвонила и пригласила на чай. А повод простой и в то же время торжественный делится женщина. Новая страница истории Кыргызстана. Инаугурацию президента смотрели с трепетом. Простая, без пафоса, этим и запомнится. На новую власть кыргызстанцы возлагают большие надежды. Я ожидаю, чтобы он не повторял ошибки тех президентов, которые ушли. Они работали, наверное, в какой-то мере на свой карман. А я хочу, чтобы он работал для народа, чтобы поднял экономику государства. История – это жизнь. Оттуда надо брать самое лучшее. И самое худшее, чтобы не повторялось, тоже надо изучать. Хочу, чтобы наше благосостояние народа поднялось. Он работал, чтобы честно. Большие, чтобы у него планы, которые, чтобы он смог осуществить, искоренил в корню коррупцию. А это семья долгожителей Джалиловых. Супруги воспитали 14 детей. Сейчас смотрят, как растут у внуки. Дают им напутственные слова. Говорят, что будущее их детей в руках новой власти. Хочется верить, что процветание нашей страны настанет. И поколение умных и достойных сыновей будет трудиться на благо своей родины. И не будет уезжать жить и работать за границу. Давайте начнем хорошие дела. Пойдем по доброму и стабильному пути. Пусть народ будет спокоен. У нас будет большое будущее. Мы будем в числе богатейших государств мира. Ведь у нас есть все для этого. Важно грамотно управлять государством. Мы надеемся, что народ будет спокойным за свое будущее. Мне 80. Я всегда работал на благо страны. Развивал сельское хозяйство. Я видел, как Садыр Джапаров говорил по телевизору, что будет работать так же честно, как Исхах Розаков. Мы ожидаем, что он будет работать еще лучше. Мы в это верим. Мы ожидаем, что он станет лидером, который оправдает нашу веру в него. Да будет и успех в его делах. Это рядовые граждане нашей страны. Хотят мира, согласия и развития. Этого ждут и от нового президента. Они разные, но объединяет их не только любовь к своей родине, желание стабильности, но и чувство гордости. И большая надежда на светлое будущее. Надежда Усова, Бекджан Туктосунов, Азамат Катар Туктоев, АЛАТО 24. Инаугурацию президента сегодня в прямом эфире КТРК смотрели наши соотечественники по всему миру. Наш коллега Мирбек Малдакунов делится информацией и кадрами из Москвы. Там кыргызстанцы собрались в одном из кафе, чтобы вместе стать свидетелями такого значимого для страны события. До начала инаугурации главы государства остались считанные минуты. По московскому времени она начнется в 7.45 утра. Еще темно, благо интернет позволяет кыргызстанцам, находящимся за рубежом, стать частичкой страны своего народа. В Москве в одном из кафе собрались наши соотечественники. Они в прямом эфире готовятся смотреть важное для страны событие. Звук имеется, картинка есть, все нормально? Все нормально вроде бы. А вот уже начинается, да? Субтитры создавал DimaTorzok В этом зрелищно, по своему масштабу мероприятий, внимание граждан приковывают каждое движение, каждое сказанное слово президентом страны. Из выступления главы государства соотечественникам больше всего понравился момент, где он пообещал создать рабочие места и вернуть мигрантов на родину. Такие слова прозвучали в отношении мигрантов, в отношении стратегических партнеров. Россия в одной из первых прозвучала, да? И вот с каким трепетом вы смотрите вот это мероприятие? Какие чувства переполняют вас? У всех людей есть надежда, вот прям на Садыра Джапарова есть надежда, что у нас будет все хорошо, и наши соотечественники, все, которые в миграции, надеемся, что поедем к себе на родину, будем у себя работать, жить. Вот такие надежды. Все хорошее, что он запланировал, пусть сбудется. Вот это самое главное. На сегодня в миграции только в России, по официальным данным, находится более 750 тысяч кыргызстанцев. А по неофициальным подсчетам, эта цифра перевалила за миллион. Все они мечтают увидеть страну процветающей, где нет коррупции, образование и медицина на высоком уровне. Хотел бы поздравить своих соотечественников с миграцией президента нашего. Но самое первое, что ожидаем от нашего нового президента, первое, это получается коррупция вопрос, второе, получается, внешние долги нашего Кыргызстана. В течение пяти лет, надеемся, сократятся. Соотечественники уверены в том, что споченность, трудолюбие и искреннее служение родине выведут страну на новые рубежи развития. На сегодня каждый кыргызстанец, работающий за рубежом, вносит свой посильный вклад в экономику страны, а не обеспечивает треть ВВП республики. Мирбек Молдакунов, Аскар Уланулу, Аллату-24, город Москва. Жители старшего поколения Оржской области, хорошо знающие, что такое мир и согласие в стране, призывают нового главу государства оказать помощь каждому гражданину страны. Ведь развитие страны зависит от каждого Кыргызстана. О том, каково мнение жителей области о прошедшей инаугурации и новом главе государства, расскажем в нашем репортаже. Таштемир Джалеев, как и его коллеги, посмотрел инаугурацию на рабочем месте. В подобных мероприятиях государственного значения он участвует уже 40 лет. По словам журналиста, хозяин сегодняшнего мероприятия – сам народ. Он добавил, что выборы нового главы государства 10 января отличались от предыдущих кампаний прозрачностью, открытостью и свободой выбора народа. «У меня чувство, будто сижу в филармонии. Естественно, присяга перед народом, большая ответственность и обязанность. У всех сейчас большие, очень хорошие надежды. Но изменения невозможно совершить быстро, необходимо время». На оправдание надежд рассчитывают и работники культуры, являющиеся, по сути, лицом государства. Абдували Акимбеков считает хорошим знаком то, что на месте присяги звучал эпос Манас, а новый президент почтил память предков. «Поклонение духу предков и начало мероприятия с отрывка эпоса Манас – это большой ритуал. А это, в свою очередь, значит, что мы – великий народ. Видно, что мероприятие организовано на высоком уровне». В свою очередь, аналитик Мерлан Манашев до этого дня постоянно следил в социальных сетях за мнением народа о подготовке к инаугурации. По словам эксперта, новый глава государства одним из первых смог проложить путь к обновлению, начав с себя и отказавшись от традиционных ритуалов, которые сохраняются уже более 30 лет. «Сегодняшняя инаугурация началась с изменений, и президент начал изменения себя, отказался от кортежа и многого другого. Каков был первый шаг, такими должны быть и последующие. Будем надеяться на это». Стоит признать, что новый глава государства начинает свой президентский срок в нелёгкое время. Пандемия негативно повлияла на экономику страны, которая и без того была в шатком состоянии. Тем временем просветители призывают обратить особое внимание на образование. По их словам, повысив качество образования, можно предотвратить многие другие риски. «Результат политики 90-х годов, когда образованию не уделялось никакого внимания, мы видим сейчас в нашей молодёжи, которая неуважительно относится к старшим, не заботится о младшем поколении. Сейчас из-за пандемии образование пошатнулось. И если мы в скором времени не возьмёмся за развитие этой сферы, то лет через 10 вновь увидим отрицательные результаты». От мира и стабильности в стране зависит её процветание. Люди старшего поколения, хорошо знающие цену, меру и согласию, советуют избегать любых нежелательных действий. «Я призываю всех быть доброжелательными и терпеливыми. Нам сейчас, как никогда, нужны единство и сплочённость. В стране должны быть мир и согласие. Тогда и станет наша страна развиваться». В день досрочных выборов президента в Оржской области работали 590 избирательных участков. Отмечается, что голосование прошло прозрачно, спокойно и без серьёзных нарушений. Бегэм Бегалиева, Миргуль Бокошева, Акджол Айбашев, Нуркыс Абдрахманова, Аллато 24, Оржская область. Церемонию вступления в должность главы государства по телевидению и интернету также наблюдали жители Таласской области. Они выразили надежду на развитие республики во всех её сферах. Многие отметили, что свою предвыборную кампанию президент начал именно с Таласской области, чему жители очень рады. Коллектив Таласской областной библиотеки имени Амана Токтугулова собрался здесь, чтобы посмотреть в прямом эфире церемонию инаугурации президента. В начале церемонии библиотекари поздравили друг друга и выразили надежду на то, что с приходом нового президента страна встанет на новый путь развития. «Мы смотрели прямой эфир с особым трепетом, ведь это историческое событие. Надеемся, новый президент будет трудиться во благо своей родины и своего народа. Мы возлагаем на нашего президента большие надежды. Надеемся, что он обеспечит стране светлое будущее и будет развивать республику во всех ее сферах». «Поздравляю всех граждан с началом новой истории. Пусть в стране будет мир и благополучие». А молодежь Таласы говорит, что на главу государства возложена большая ответственность. Они ждут от него новых шагов и проявления политической воли. «Мы все вместе смотрели церемонию инаугурации. Я надеюсь, что наша страна пойдет на новые шаги, такие как люстрация». «Я с большой уверенностью жду от главы государства, что он в ближайшее время покажет результат. Нашей стране нужно развиваться, идти вперед. И думаю, мы как никогда близки к этому. Теперь нам нужна решимость и воля». Жители региона прежде всего надеются, что ошибки прошлого не будут повторяться и что новый глава государства будет прислушиваться к голосам простых людей. Улан Касенов, Ирлан Джуныш Алиев, Аллато-24, Талаская область. Жители региона связывают надежды на светлое будущее с новым главой государства. Народ ждет от Садыра Джапарова реформ во многих сферах жизнедеятельности государства. Житель Сузакского района Туребек Бейканов отмечает, что церемония инаугурации главы государства – это событие историческое. По его словам, государство успешно тогда, когда развиваются его регионы. Аксакал считает, что именно поэтому новый президент должен уделить больше своего внимания жителям сел. «Мы смотрели церемонию всей семьей. Я заметил, что новый глава государства немного волновался. В этом было что-то искреннее. Я думаю, он понимает всю ответственность перед своим народом. Да и мы понимаем, что он возглавил страну в нелегкий для нее период». Супруг завершил свои дела с позаранку, чтобы не пропустить церемонию, ведь она транслировалась в прямом эфире. Он готовился к просмотру еще со вчерашнего дня. С новым главой государства народ связывает свои надежды на светлое будущее. Они верят, что он оправдает их. В свою очередь политологи отмечают, что именно общество само воспитывает своего будущего главу государства. Если пролистать страницы истории развитых стран, видно, что многие их лидеры достигали высоких целей путем реформ. «Можно сказать, что и наше нынешнее общество воспитало своего человека, коим и является Садр Джапаров. Церемонию инаугурации можно воспринимать сегодня как некий праздник. Он официально приступил к своей должности. Далее реформы, которые выведут страну на путь развития, будут делом всей его команды. Да и обществу необходимо не просто поддержать их, но и создать все условия». Президент Садр Джапаров встретился с главами международных организаций. Во встрече приняли участие руководители и представители Совета сотрудничества Тюркоязычных государств, Международная тюркская академия, Тюркпат, Тюрксой, Евросоюза, СФМД, ОДКБ, Исполнительного комитета СНГ, коллегии Евразийской экономической комиссии и Евразийского банка развития. Глава государства в своей речи подчеркнул, что Кыргызстан добросовестно выполнял и будет выполнять все международные обязательства в соответствии с достигнутыми двусторонними и многосторонними договоренностями. Кыргызстан проводит прагматичную, сбалансированную, многовекторную, последовательную и прозрачную внешнюю политику, придавая большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами, международными организациями и финансовыми институтами. Страна основывается на принципах взаимопонимания и уважения интересов всех партнеров. А для развития страны и повышения благосостояния граждан будут приложены все усилия. Барды гонок тушь түрмінен өзара түшінішу жана қызықчылықтарды урматтыу принциптеріне негізден әвіз. Мамлекеттің өнігі үсіне, елдің бақуаттыу ұлығын көтерігі жана жарандарын, қызықчылықтарын ғорғауға болған күчерекеті өзде жүмшай әвіз. Кыргыз әвіз. Кыргызстан также занимает устойчивую позицию, направленную на усиление интеграции государств, участников СНГ и выступает за последовательное развитие сотрудничества в рамках организации, а также уделяет особое внимание развитию Евразийского экономического союза и Евразийского банка развития. Отмечена и необходимость создания благоприятных условий для устойчивого развития национальной экономики и увеличения притока инвестиций. Потому Кыргызстан ожидает полномасштабный прогресс в свободном перемещении товаров, услуг, капитала и рабочей силы для выхода на рынок ЕАЭС. Евразия экономикалық биримдегенін, жена Евразия өніктіру банкының өркіндөзіне, өз көчі маңын берәвіз. Улуттық экономиканың тұрқтыу өнігіш үшін үнғайлығы шарттарды түзіп, инвестициялардың ағымын көбейті ұзарыл. Бұл бағытта Евразия экономикалық биримдегенін потенциалдығы рыногына чығу мақсатында таварлардың, Қызматкөрсөтілердін, капиталдың жена ЕМГЭК-ресуртарның еркін жүрішінде толық масштабдағы жетшкендіктерді күтөз. Что касается нашего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, Кыргызская республика занимает достаточно активную позицию. И мы сейчас работаем уже над первыми подходами по реализации стратегии развития нашего союза до 2025 года. Она утверждена. Мы постарались найти ответы на те постановочные вопросы, которые выдвигаются вашей страной. И, безусловно, будем стремиться к тому, чтобы именно такое опережающее развитие было в отношении Кыргызской республики. Кыргызстан заинтересован и в обеспечении коллективной безопасности государств, членов ОДКБ, выражая готовность сотрудничать и содействовать комплексному реагированию на современные вызовы и весь спектр глобальных угроз. Что касается ОДКБ, господин президент, то, конечно, мы отметили и очень приветствуем то, что в вашей предыдущей компании и в программе вашей предыдущей звучало то, что Кыргызская республика сохраняет свое участие во всех внешнеполитических организациях и свою роль в этих организациях, не пересматривая. Вот. Это, на самом деле, подтверждается уже и действиями. У меня вчера составили встречи и с местным странным отделом, с начальником генерального штаба, сентября в соцсетях безопасности, не протокольные, а мы обсуждали поиску дня ОДКБ вот на этот год, и некоторые мероприятия, такие основные, которые распространены на этот год. Выражена готовность и на территории Кыргызской республики провести некоторые мероприятия. Отметился Дырджапаров и тесные партнерские отношения между Кыргызстаном и ООН во многих сферах, связанных с устойчивым развитием человечества, подчеркнув, что будет продолжена реализация всех мер в соответствии с целями глобального устойчивого развития и крупными международными программами, участником которых является страна. В то же время страна расширит сотрудничество с европейскими партнерами, включая все страны Евросоюза. Что касается Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Тюркпа, Тюрксой и Международной Тюркской академии, мы надеемся на дальнейшее плодотворное и долгосрочное сотрудничество, сказал Садырджапаров. Кыргызстан намерен способствовать укреплению всестороннего и конструктивного сотрудничества с государствами-членами этих организаций. Президент Европейского совета господин Шалмишел еще раз попросил мне передать наши заверения, что мы готовы тесно сотрудничать и поддерживать процесс реформ Кыргызстана. Для нас Кыргызстан это очень важный партнер, пример развития путем демократии очень важен не только для Кыргызстана, но и для всего региона. Это очень важный год в наших отношениях и развитии вашей страны. Мы хотим наверстать все, что мы пропустили в прошлом году из-за пандемии и тоже из-за политического кризиса в Кыргызстане. Я очень рад был послушать, что все важные моменты вы озвучили в вашем выступлении, все реформы, которые мы считаем очень важными для процветания и стабильности Кыргызстана, вы о них говорили. Конечно, очень важно их превратить в жизнь, на практику. Мы, как надежный и довольно традиционный партнер, мы готовы еще раз с вами тесно работать. Кыргызстан также рассматривает совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии как важный механизм для укрепления сотрудничества и доверия между азиатскими странами. Эта платформа не должна потерять актуальность в нынешней сложной ситуации в мире, сказал глава государства. Представители международных организаций поздравили Садыра Джапарова с официальным вступлением в должность главы государства, подчеркнув, что итоги выборов отражают большое доверие народа. Участники выразили надежду на то, что Садыр Джапаров станет прогрессивным лидером и страна достигнет положительного социально-экономического развития. Подтвердили они и свою готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству и поддержке проводимых реформ в целях решения целого комплекса задач, стоящих впереди. Президент Садыр Джапаров принял спецпредставителя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Джансиита Тюмибаева. Глава государства поблагодарил Тюмибаева за участие в церемонии инаугурации и с наилучшими пожеланиями передел приветственные слова Нурсултану Назарбаеву, отметив весомый вклад, который он внес в укрепление отношений между двумя братскими народами. Говоря о сотрудничестве двух стран, президент отметил готовность и заинтересованность Кыргызстана в расширении торгово-экономических, культурно-гуманитарных, инвестиционных связей с Казахстаном. Президент Садыр Джапаров выразил уверенность, что добрососедство кыргызского и казахстанского народов всегда будут только укрепляться. Жансиит Тюмимбаев, в свою очередь, подчеркнул, что прибыл в Кыргызстан по специальному поручению Нурсултана Назарбаева. Отметил, что казахстанцам не безразлична судьба братского кыргызского народа и события, которые происходят в Кыргызстане. Также он выразил готовность продолжения активной работы по углублению двусторонних отношений. Президент Садыр Джапаров также принял заместителя председателя публичного акционерного общества «Газпром» Виталия Маркелова. Обсуждены приоритетные направления сотрудничества, дальнейшие меры по улучшению системы газоснабжения страны. Глава государства отметил, что «Газпром» вносит большой вклад в развитие газовой отрасли Кыргызстана и выразил благодарность за проводимую работу в данном направлении. Садыр Джапаров выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия и подчеркнул готовность к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества. В свою очередь Виталий Маркелов передал поздравления председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера по случаю вступления Садыра Джапарова на должность президента. Он сообщил о продолжающемся строительстве газопроводных систем в стране, проинформировал о планах компании на ближайшую перспективу, в том числе по улучшению экологической ситуации в Бишкеке путем газификации домохозяйств и предприятий. Также он отметил, что «Газпром» продолжает реализацию ряда социальных проектов и программ, следуя принципам высокой социальной ответственности. С Виталием Маркеловым встретился и исполняющий обязанности премьер-министра и первого вице-премьера Артем Новиков. На встрече стороны обсудили ход реализации инвестиционной программы ОСО «Газпром Кыргызстан» по газификации страны на текущий год и возможности перехода на газомоторное топливо автопарка госорганизации. Виталий Маркелов подчеркнул, что наряду с основной деятельностью компании уделяют большое внимание развитию спорта и поддержке образования в стране. В рамках реализуемых проектов в стране уже построен ряд социальных и спортивных объектов, которые успешно функционируют в интересах граждан страны, констатировал он. Кроме того, Новиков и Маркелов обсудили вопросы ценообразования и возможности снижения цены на природный газ, в том числе создание специального тарифа для ТЭЦ «Бишкека». Также Артем Новиков встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, который прибыл в страну для участия в инаугурации президента Садыра Джапарова. На встрече обсуждены актуальные вопросы наращивания взаимодействия между странами ЕС, а также работы, проводимой ЕЭК по устранению барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле внутри Союза. Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и реализации проектов в экономической, промышленной и сельскохозяйственной кооперации. Также были затронуты вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета ЕЭК и межправсовета, запланированного на 5 февраля в Алма-Аты. Вот таким выдался этот день. Аллато 24 как всегда следит за развитием событий. Будьте с нами, а я желаю вам получать только хорошие новости. И до новых встреч.